Добрый день, дорогие телезрители! Программа «Православное слово». 4 декабря полнота Русской Православной Церкви совершает праздник «Видение во храм Пресвятой Богородицы». Это один из 12 великих праздников в году, связанный с евангельской историей. В трехлетнем возрасте от Раковица Мария, по согласно обету, данными ее родителями Богу, Иакимом и Анной, была приведена в Иерусалимский храм. И самостоятельно поднявшись по крутым ступеням этого древнего святилища израильского народа, она была встречена первосвященником Захарии, будущим отцом Иоанна Крестителя. «И введена во святая святых» — это главнейшее место, куда никто не мог войти, согласно закону израильскому, кроме первосвященника, и тот мог это сделать единожды в году для принесения особой жертвы. И вот эта девочка Мария была введена туда. Это был особый знак ее высокого духовного служения, ее близости к Богу, к тому всецелому посвящению Творцу, которому была призвана эта маленькая девочка Мария. Мария осталась жить при храме, как и многие дети, которые воспитывались, будучи посвящены Богу родителями, они жили и воспитывались при Иерусалимском храме. Это воспитание, это возрастание, оно было при уготовлении, особым родом подготовки к тому, что ожидало в будущем эту отраковицу. А призвана она была к величайшему служению, которому никто из людей, кроме нее, не был бы способен. К тому, чтобы стать матерью воплотившегося Творца, чтобы свое естество человеческое передать Христу Иисусу, Сыну Своему. Удивительно то, что евангельская история, пришествие в мир Христа, в Мессии, она очень человеческая. В отличие от иных каких-либо представлений человека о Боге, будь то языческие, будь то иные, какие-то религиозные учения и истории, священные истории разных народов. Вот библейская история священная, она очень человечна. То есть, место человеку выделено очень большое. Здесь нет таких чудес, такого действия Бога, которое бы умаляло вообще мнение и волю и действия человека. То есть, человек занимает здесь очень важное, ключевое значение. И не случайно Бог приходит не в ином образе, как соединявшись, соединившись с человеком. То есть, христианский взгляд на Иисуса – это не только Бог воплотившийся, но это и человек. Человек в полном смысле этого слова, такой же, как мы, кроме греха, кроме повреждения воли. То есть, воля Его, она была полностью человеческая, полностью была в послушании воли Божьей. То есть, Христос не нарушил ни единую заповедь, не совершив ни единого греха, не совершив ни единого поступка против воли Божьей. В этом проявляется великое послушание Сыну Отцу, Сыну Божию, Сыну Отцу Небесному. Но, тем не менее, человечество Его, оно наше, оно единородно нам, оно такой же природы человеческой, плоть и кровь, как и у нас. И вот это мы видим уже в истории, в жизни Его матери. Она родилась естественным образом от родителей Акима Иоанны. И она проходит воспитание, как и некоторые дети, подобные ей, в Иерусалимском храме. Она также возрастает. Но она также имеет какие-то детские радости и так далее. Но и она приуготовляется. То есть, это не какое-то чудесное превращение обычной девочки в ту, которая станет матерью Мессии. Но это постепенное созревание и физическое, и нравственное, и духовное до того момента, когда она станет матерью воплотившегося Христа. Идет процесс, идет подготовка, идет становление личности. Но Богоматерь, согласно учению отцов, это цветок на древе человечества. Самый лучший, самый прекрасный, самый чистый, самый совершенный. Вообще, это воплощение всех тех достоинств, качеств человеческого человека, насколько это возможно в условиях нашего мира материального и падшего, воплощение всех тех добродетелей, которые возможны в нас, в людях. Это и чистота, это и скромность, это и отсутствие любого порока в сердце этой девушки. И, наконец, самое удивительное, это преданность воле Божией, предание своей судьбы, все то, что с ней произойдет в руки Божии. Это очень важно. Предание себя воле Божией, то есть человеческая воля здесь, в ее личности, в личности Марии, она уже полностью, она полностью раскрыта перед действием Бога. «Господи, делай со мной то, что в Твоей воле». И это очень важно, потому что человеческая воля наша, она все-таки живет своей жизнью. Мы пытаемся строить планы, мы пытаемся эти планы в нашей жизни как-то реализовать. Наши ценности, наши мечты, то, что мы хотим приобрести в этой жизни, кем мы хотим стать и так далее, все это составляет нашу человеческую волю. И это есть наша жизнь. Да, где-то неудачно, где-то эти мечты, они постепенно меняются, сталкиваясь с реальностью этой нашей жизни, подчас довольно жесткой. Человек взрослеет, уходит наивность, уходят юношеские какие-то представления о жизни, но человек все-таки живет своей волей. Он борется в этом мире, он созидает, он строит, он делает, он строит себя, строит жизнь вокруг себя. И все это потому, что я хочу, я так решил. Это моя жизнь, мои планы, и моя ответственность, конечно же. У кого-то это получается, кто-то входит в резонанс с той жизнью окружающей, успешно выстраивать свою жизнь, подстраиваться под те обстоятельства, которые кто-то ломается, кто-то течет по течению. Действительно такая стоическая, в общем-то, принцип, что будь что будет и так далее. Но есть и еще один путь, путь, о котором я говорю касательно Марии. Это не плыть по течению, но исполнять волю Божию. Это испоиск ее и реализация своей жизни. Ведь Бог в каждого вкладывает какую-то идею, в какой-то смысл, какое-то призвание дает человек. И вот раскрыть, понять, почувствовать то, к чему меня призывает Творец. Это удивительная творческая задача человеческой личности. Тот, кто войдет в эту стихию, в стихию Божию воли о нас, тот раскроется вполне, потому что это лучший путь. И вот Мария — это пример удивительной синергии, соработничества человека и личности, зрелой, самостоятельной и свободной, никто ее не принуждал в тот момент, когда происходит Благовещение. Иной праздник церковный будем вспоминать, 7 апреля. И вот что произошло, когда Вестник Небесный говорит ей, Гавриил, ты нашла благоволение в очах Божьих, и вот зачнешь и родишь сына. И что отвечает Мария? Она делает очень серьезный шаг, очень мужественный шаг. Она говорит, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот этот ответ он мог и не прозвучать, потому что Мария, как всякая обычная девушка, она могла испугаться того, о чем говорит ей Архангел. И действительно, последующая ее судьба была трагичной. То есть это Благовещение, оно является благою вестью для человечества, потому что в мир приходит Спаситель, который берет на себя грехи, который искупает, который дает прощение, который через свою смерть и воскресение открывает удивительную перспективу совершенно иной жизни для людей. Но в судьбе Марии это было началом особого миссии, особого служения, весьма тягостного, весьма скорбного, потому что апофеозом, итогом ее земной жизни было видеть распятие, униженную казнь, унизительную казнь своего единственного сына, которого она носила под своим сердцем. Но подготовка к этому великому, скорбному, тяжелому, но очень великому служению, быть соработником у Бога, быть величайшим слугой в деле спасения человечества, оно начинается здесь, в Иерусалимском храме, с первых шагов по крутой ступени, которую Мария преодолела самостоятельно, и в этом твердом детском шаге видится уже ее твердый характер, и в то же время ее стремление в восхождении к Богу, как главный смысл ее земной жизни, жизни той, о которой на протяжении двух тысяч лет разные совершенно народы по в лицу всей земли говорят, что благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, потому что ты родила спасителя душ наших. И вот этот праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы, он указывает также и нам, значение храма, то есть значение места встречи человека и Бога. Храм — это не что иное, как иначе называется Дом Божий, это место особого присутствия Духа Божия, присутствие благодати, божественной силы, божественной энергии. И в пространство храма человек входит, как в сакральное пространство, здесь он встречает некого того, кто выше него. И через молитву, через участие в общей молитве человек прикасается к великой традиции христианской, традиции, которая нашу цивилизацию христианскую и создала, воспитала, возрастила и культуру, и традиции, и то сознание, мировоззрение и мораль евангельскую, которая созидает христианские европейские народы, в том числе русский народ. И поэтому посетить в этот день храм Божий, войти, подобно Марии, войти в храм Божий, конечно же, для нас является великой радостью и возможностью. Слава Богу, что время такое, что храмы открыты, и любой из нас может свободно посещать храмы, участвовать в богослужении и получать те духовные дары, которые кроме храма человек нигде не может получить. Дары Духа Святаго. Я поздравляю вас, дорогие горожане, с праздником ведения во храм Пресвятой Богородицы. Желаю, чтобы ее подвиг, ее верность Богу, ее чистота и стремление во всем исполнять волю Божию послужили бы для нас примером, что не только по нашей воле человеческой мы живем, но есть и воля высшая, исполняя которую, человек находит сам себя, он находит свое призвание, находит смысл своей человеческой здесь жизни, и самое главное, он поднимается, он возвышается от этой земной жизни к жизни небесной. С праздником, дорогие магнитогорцы! Храни вас всех Господь! Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok